И как мы видим, Бог использует различные ситуации, чтобы привлечь нас к Себе. Тут очень интересный аспект в отношении наших врагов. Что это за враги? Манедитяне это были потомками Авраама через его жену Гетруа. В Генезисе 25, 1-2, Авраам взял другую женщину, whose name was Гетруа. She bore him Simram, Yohshan, Medan, Midian, Yishbak and Shuach. Амаликитяне это потомки Исава. Кто-то тоже потомок Авраама. Окей, you're going to have trouble finding all of these texts very quickly. So it's Genesis 36, verse 12. Бытие 36, 12. Тимна was the concubine from Eliphaz, Esau's son. And she bore him Eliphaz, Amalek. These were the descendants of Adda, Esau's wife. Amalek was also very much a thorn in the side of Israel throughout history. Amalek тоже был как шипом для Израиля всю историю. In Exodus 17, 8. In Exodus 17, 8. It says, then Amalek came and fought with Israel at Refidim. Exodus 17, 8. И пришли Амаликитяне и воевали с Израильтянами в Refidim. And then in verses 14 and 16 of the same chapter. And then in verses 14 and 16 of the same chapter. It says, Adonai said to Moshe, write this in a book to be remembered. And tell it to Yehoshua. I will completely brought out any memory of Amalek from under heaven. И сказал Господь Моисею, напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память о Маликитяне из-под небесной. And Moshe built an altar, called it Adodai Nisi. Adonai is my banner or miracle. Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Ниси. Господь знамя мое, или чудо. Ибо сказал он, рука на престоле Господа, Браню Господа против Амалика, из рода в род. Поэтому это история целая, кто с кем, когда воевал. Можно сказать, это внутренний конфликт. Это внутренний семейный конфликт. Потому что все они потомки Авраама. Иногда в наших семьях бывают похожие конфликты. И нужно сказать Богу, чтобы Он дал хорошее решение этих конфликтов. И все эти люди, все эти народы выходили против Израиля. Поэтому появляется у них очень срочно необходимость, чтобы появился новый судья или новый избавитель. Поэтому мы читаем в Суде 6, 7-10. И когда возопили сына Израилевы Господу на манитян, послал Господь Пророка к израильтянам. И так сказал им, говорит Господь Бог Израилев, «Я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян, из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их. И сказал вам, «Я Господь Бог ваш. Не чтите богов аморийских, земле которых вы живете. Но вы не послушали голоса моего». Интересно, что здесь безымянный пророк. Даже не знаем, что это за пророк был. Просто там говорится, «Бог послал пророка». И он напомнил им о семи фактах. Напомнил о том, что Адонай сделал для Израиля. Я думаю, что это важный урок и для нас. Помните, что сделал Господь. И потому знать, чтобы мы оставались верными Ему. Семь фактов, которые здесь упомянуты. «Я вывел вас из Египта». Второе. «Я высвободил вас из рабства». Третье. «Я избавил вас от силы египтян». Четыре. «От силы всех ваших притеснителей». Пять. «Прогнал народы перед вашим лицом». Шестое. «От дал им вашу землю». И затем седьмое. «Я Господь Бог ваш». И из-за этого вы не бойтесь их богов. Но вы избавьтесь от них. И живите для меня. И затем он продолжает. «Но вы не обращали внимания на то, что я вам сказал». Как я раньше уже говорил, что когда мы читаем Слово, давайте обращать внимание, что там имеется в виду. Все эти исторические факты израильтяне знали. Они знали, что Бог сделал. И также во времена Иисуса Навина тоже эту историю мы читаем. Что даже в то время они так быстро все забывали. И даже если еще назад в историю возвратимся, когда они только из Египта вышли, то ко времени, когда они дошли до Дубрава и Море, в пустыне, где там были горькие воды, они уже забыли, что сделал Бог. У нас короткая память. Мы обычно говорим «куриная память». Обычно я говорю «у меня очень хорошая память». Две секунды. В течение двух секунд у меня хорошая память. Очень важно, чтобы мы помнили то, что Бог сделал. Да, у нас в моей жизни был такой случай. Был такой момент, когда немножко, можно сказать, депрессия у меня была. Это было очень занятое время, много работы, усталость. И было несколько таких разочарований. Нельзя сказать, что я жаловался и что-то там ворчал к Богу. Хотя это очень близко смахивало на это состояние. Ну, такое чувство у меня возникло. Да, ну, Бог мне говорит. У меня есть, что тебе сказать. Я думаю, что Бог также тогда немножко мои мозги справил. Я голоса свыше не слышал или каких-то чувств не было. Но внезапно я начал вспоминать все то, что Бог сделал в моей жизни. С самого начала Он позаботился о всем, в чем мы нуждались. Даже если не было дохода. Всегда была еда. Всегда был дом, одежда и много-много-много другого. И я когда вспоминаю наше начало, как только мы переехали в Бельгию в 1972 году, ничего у нас не было. Так как мы постоянно переезжали и не знали, где мы будем, We had given away... Well, we didn't have a house, but the house which we were using, we gave it to someone else. Where? In England? В Финляндии, в том particular доме. Вы移ли из Финляндии в Белгию? Из Финляндии мы移ли в Ингландии, и из Ингландии мы移ли в Белгию. И потом вернусь в Финляндии? И потом вернусь в Финляндии, да. Поэтому вы не имеете дома в Финляндии? Мы не имеем дома. Мы, в конце концов, мы бы именем дом, но мы его оставили. То есть у нас дома не было? Мы были женаты 3 года назад. Нет, 2 года назад. И прежде, чем мы переехали в Бельгию, мы уже 2 года были в браке. И поскольку мы путешествовали, мы могли с собой перевозить только 1-2 чемодана. и мы наши свадебные подарки, какие-то там сувениры раздали, то, что мы не могли с собой перевозить. И мы смогли купить машину, и потом машину отдали некоторым миссионерам, так как сами мы не могли ее использовать. Поэтому, когда мы приехали туда, ничего у нас не было. Просто с чемоданами мы приехали. И потом Бог говорит мне, ну, посмотри на все то, что у тебя есть сейчас. Я скажу вам, что это. Но также поймите это. Следующее. Я знаю, что все, что есть, у меня принадлежит Богу. Я использую это для Бога. Поэтому у нас ничего не было. И теперь Бог напоминает мне, а что у тебя есть сейчас? У нас был хороший бизнес, который мы управляли. Сейчас есть бизнес, и Бог делает это. У нас есть два с половиной дома. Как это возможно? Я скажу вам в минуту. Это из-за наследства, которое мы получили. Это тот дом, где мы сейчас живем. Это также старый дом родителей Лисы, где живут дочка с семьей. И от Лисыного отца есть пол дома, поскольку тот дом был разделен как наследство. И 25 гектаров лесов у нас есть еще. Вы говорите вау, но если посчитать ценность, ценность лесов, в принципе, не очень большая, там, качество плохое. Ну, просто это как пример, чтобы вы видели, что Бог может делать. Это его благость и его любовь. И когда Бог напоминал мне все это благости, я просто сказал, прости меня, Бог. Ты был таким верным, а я таким неверным. Спасибо тебе. Просто это все, чтобы показать, что Бог делает и может сделать. иногда я колеблюсь рассказывать мне или не рассказывать, так как я знаю, что могут неправильно понять вообще. Также иногда, я думаю, следует это делать для Его славы. И я вас поощряю. Если вы чувствуете, что у вас ничего нет, то начните считать свои благословения. Начните искать, смотреть и увидите, что Бог сделал. И ожидайте, что Он будет делать в будущем. Мы знаем, что Бог призывал нас к определенным вещам. И потому Он дает нам так много. Что они нам понадобятся в будущем. Я знаю, каковы планы Бога. Он сказал мне, что нам понадобятся. Поэтому в одном смысле все эти вещи не принадлежат мне, я только тот, который заботится и управляет этим. И в какой-то момент мне придется их отдать снова. И здесь снова это та ситуация, когда Бог напоминает израильтянам то, что Он сделал. И мы все так же пускаем это. Мы все так пускаем этот факт, что должны вызывать к Богу. нам нужно искать обеспечение у Него, а не у мира. И все это из-за того, что Бог сделал. Также следует помнить, что написано в Малахии 3, 6. «Ибо я, Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Якова, не уничтожились». Потому что Бог верен. мы будем жить. И как мы видим, снова и снова Бог кого-то поднимает, подготавливает. В этом случае судья для правления в Израиле. Он обещал, что никогда нас не оставит. И судья 6, 11-16. И помните, вся эта история следует после истории с безымянным пророком. Вот что следует потом. И пришел Ангел Господь и носил в Офре под дубом. Принадлежащим Иоасу, потомку Ави-Езерову. Сын его Гидеон выколачивал тогда пшеницу в Тачиле. чтобы скрыться от мадьянитян. Явился ему Ангел Господин и сказал ему, ты смелый герой на английском, а на русском Господь с тобой муж сильный. Адонай с тобой. Этот парень в принципе трусом был. Он прячется. Пытается что-то себе насобирать, чтобы мадьянитяне не забрали. И в моем переводе говорится так, как Гидеон отвечает ему, извините меня, сэр, но если Господь с нами, то почему это все происходит с нами? Разве это не типичная ситуация? И не такой бы отклик был и у нас? Это Бог виноват. Зачем это все Он это делает с нами? Нам надо покаяться. Затем он продолжает, и я об этом уже говорил. И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши? Говоря, из Египта вывел нас Господь. Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадьянитян. Здесь очень ясно видно, Гидеон знал историю. Так же, как и Пророк ранее упоминал, что сделал Бог. И все же не было снова вот этой веры, что Бог может повторить и сделать то же самое. И недостаточно понимания, почему, что за причина, почему у них эти проблемы снова были. И он спрашивает, почему Он так сделал, что с нами такое произошло? Почему? Потому что в начале главы сыны Израиля делали злое. Они знали, что им надо было делать, но не делали. И поэтому это было злым. Грех не всегда это такая штука, которую вы делаете, но грех это может быть такая штука, чего вы не делаете. Поэтому часто мы думаем, грех это то, что мы делаем. Но грех это также те вещи, которые мы не делаем. Если мы это осознаем, я думаю, что большое преобразование революция произойдет. интересные аргументы, которые тут приводит Гедеон. Адонай, кто это именно это говорит о ангеле Господнем. Здесь говорится в моей трансляции о Адонай. Это ангеле или Адонай? Это ангеле или Адонай? Это Иисус. Здесь говорится об ангеле Господнем. Это же Адонай, это Иисус. Я верю, и перевод Давида Штерна тоже так говорит. Этот ангел не отвечает Гедеону. Часто в Новом Завете тоже Иисус не отвечал на вопросы. Либо он что-то такое сказал, говорил, либо еще какой-то вопрос встречный задавал. В этом случае тут говорится, явился Адонай ему и сказал, Господь возрев на него сказал, иди с этой силой твоей и спаси Израиля от руки Маддианитян. Я посылаю тебя. То есть, можно сказать, он обгоняет Гедеона и говорит то, что Гедеон скажет через пару секунд. и ангел Адонай отвечает на вопрос, который еще будет задан. Интересно, когда обращают внимание на такие моменты в Писании. Ишуа обратился к нему и говорит, иди создай силы твоей и спаси Израильтян от Маддианитян. И другими словами, у тебя есть некоторая сила, так используй ее. Я добавлю к ней. И затем продолжаем читать дальше. А Гедеон спрашивает его, о, извини меня, мой господин, но как я вообще Израиль спасу. Моя семья самая бедная. Я вообще самый младший в доме моего отца. И можно сказать, это суммирование всех недостатков и слабых сторон Гедеона. Но ведь Бог сказал им до этого, иди со своей силой и иди в этой слабости твоей. И затем Адонай объясняет ему, почему он победит. И сказал ему, Господь, «Я буду с тобой, и ты поразишь мать Дианитян как одного человека». Он сможет достичь этой победы, потому что Бог будет с ним. говорит, или другими словами Господь говорит, «Я хочу тебя таким, какой ты есть сейчас». С той силой, которая у тебя есть. А, и другими словами Господь говорит, «Ну, хорошо, знаю, я не слишком так много у тебя есть всего». Но что засчитается тебе, так это следующее. «Я буду с тобой». Это засчитывается с вами ли Бог, с тобой ли Бог. И поэтому с того момента Гидеон выступает на сцене. на сцену. И давайте посмотрим на четыре качества характера Гидеона, почему его выбрали. Вот что говорится. четыре качества характера, благодаря которым он был избран. Может, вы не согласитесь с тем, что на основании этого надо было его выбирать. но мы смотрим с Божьей точки зрения, а не с нашей точки зрения. Во-первых, его имя. Я не знаю, кто дал ему имя, не говорится, но Бог по-любому использует его. Его имя означает «Тот, кто поражает» либо «Великий воин». «Великий воин» либо «Тот, кто поражает», наносит удар. Интересно для меня, «Тот, кто, если еще более подробно сказать, «Тот, кто наносит удары и после этого синяк остается». Интересная взаимосвязь. Если мы возвращаемся к книге бытия, где в самом начале, сразу после грехов падения, третий главе, Genesis chapter 3, and it says here it tells the story of the serpent coming in. and he will be bruised the serpent in English. Or is it original translation? Yeah. Here in anyway, David Stern translates exactly the same way. То же самое слово «Тот, кто поражает» и то же самое используется в третьей книге бытие, когда говорится, что змей будет поражен голову. То же самое. It says here in chapter 3 verse 14 Adonai God said to the serpent because you have done this, you are cursed more than all livestock and wild animals. Сказал Господь, Бог змей, за то, что ты сделаешь, а проклятый перед всеми скотами, зверями. Ты будешь ходить на чейве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобой, между женой, между семенем твоим, между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову. А ты будешь жалить его в пяту. Можно сказать другими словами. Имя Гидиона означает тот, который поражает в голову. Второе качество. Гидиона огорчало состояние Израиля, текущее. Как ты нас там в стихе, мы видим. Господин мой, если Господь с нами, то от чего постигло нас все это? То есть, показано Его беспокойство о происходящем. Он не знал, что делать. Но Его это обеспокоило. Вчера ты задал вопрос про Лота. Я могу здесь сослаться на него. В этом плане Он так же думал, как и Лот. И 2 Петра 7-8 мы читаем. 2 Петра 2, 7-8 А 2 Петра 2, 7-8 Утомленного обращением между людьми неистово развратными. Ибо сей праведник, живя между ними ежедневно, мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. Может, это даже лучше ответит на твой вопрос, чем я вчера. Обеспокоило Гедеона происходящие события. Это было достаточно для того, чтобы что-то пришло от Бога. Что в какой-то форме дает эту праведность человеку. Окей. Третье качество, которое мы имеем здесь, он был уверенность Божья. 14-16 стихи. И в 14 стихе Господь посмотрел на него, сказал, «Иди с этой силой твоей, спаси Израиля от мадеонитян, я посылаю тебя». Бог сказал ему уже, «Я посылаю тебя, и это важно». И в 16 стихе «Я буду с тобою». Это надо знать. Четвертое качество. У него был смиренный дух. Он не был высокомерен и не боялся признать, откуда он произошел. И так же это ключ в том, если Бог нас как-то будет использовать. Помните и всегда сохранять в себе смиренный дух. В тот момент, когда вы себя начинаете превозносить, Бог забирает свою руку. Ладно, сам справляйся. У тебя достаточно ресурсов, ты думаешь, ты думаешь, у тебя все есть необходимое? Ты думаешь, что ты достаточно научился? Хорошо. Иди. Думаю, очень быстро врежешься в стену какую-то. Я знаю, потому что у меня так уже было. Если такого с вами не произошло, еще, то умолитесь, что произошло. И вы научитесь очень хорошему уроку. Бог не всегда использует сильных и благородных для того, чтобы служить Ему. Павел напоминает нам об этом принципу в 1 Коринфянам 1, стихи 25-29. Очень классный перевод, и он мне нравится. Потому что Божий нонсенс лучше, чем мудрость человечества. И Божья слабость лучше, чем сила человечества. Посмотрите на тех, кого Бог призвал. Немногие из вас мудры по стандартам мира. Немногие из вас у власти и сильные, или может похвастаться каким-то благородным происхождением. Голубая кровь. Бог избрал то, что мир считает тупостью или нонсенсом, для того, чтобы посрамить мудрых. Бог избрал то, что мир считает слабым, чтобы посрамить сильных. И Бог избрал то, на что мир смотрит, как что-то обычное, или же считает вообще за ничто, для того, чтобы привести к ничтожеству то, что мир считает важным. Поэтому никто не может хвалиться перед Богом. Нам не обязательно себя унижать. Не это я имею в виду. Мы должны понимать, что Бог избрал. И что Господь избрал. Бог даст нам силу. И что нам нужно делать, нужно удостовериться в том, что Бог получит славу. Потому что то, что у вас есть, ваша сила, ваша мудрость, все приходит от Него. Нужно быть смелыми в том, чтобы использовать это все. И также знать, откуда это исходит. И провозглашать того, кто дал это нам. Сделаем перерыв. Окей. Продолжение следует...